Последние недели мы видим ее такой, как привыкли. Совсем скоро на улице Парковой начнутся масштабные работы, которые кардинально изменят ее архитектурно-планировочный облик. Проект реконструкции Парковой был представлен в районной администрации. Автор – молодой щелковский архитектор Алексей Воробьев. Парковая была заявлена в программу Московской области по благоустройству и формированию привлекательного облика городов, которая начала реализовываться в прошлом году. Сыграло роль удачное расположение. Улица связывает культурно-досуговый центр города, парк и РДК с общественно-политическим площадью Ленина. На ней строится перинатальный центр. К тому же идея сделать Парковую пешеходной существовала и раньше, о чем напомнил архитектор Станислав Положенцев. И был сделан проект в свое время Институтом агропрома, тогда Московский чернозем был проект. Это был конец 70-х годов. Но, к сожалению, труба газовая посреди и отсутствия финансовых средств не позволили сегодняшнюю делать. Теперь все возможности есть. Предложения по реконструкции много обсуждались и вот обрели практически законченную форму. Напомним, Парковая станет частью пешеходной зоны, которая пройдет от недавно открытой набережной Юности на левом берегу Клязьмы через набережную Серафима-Саровского, Старый мост, площадь Ленина до районного дворца культуры. Проезд для транспорта, кстати, останется, но будет видоизменен. Основная идея – оставить проезд, который существует вдоль фасадов жилых домов. Сегодня он 5,5 метров ширину имеет одностороннее движение. Мы же предлагаем расширить его до 6 и сделать двухсторонним. Зону симметричную этому проезду как раз и предполагается сделать пешеходной. Останутся и основные зеленые насаждения. По всей протяженности Парковой, а это около 900 метров, появится велодорожка. В обязательном порядке предусмотрены элементы доступной среды. На прилегающие улицы вынесут парковки, частично заменят инженерные сети. Приведут в соответствии с общей архитектурно-планировочной концепцией фасады домов. Мы изначально планировали строительство всего лишь одной части Парковой улицы, это до улицы Зубеево. Но сейчас мы делаем все для того, чтобы построить и вторую часть улицы Парковой, это до улицы Пушкина. На сегодняшний момент каждый фасад прорабатывается индивидуально. Для каждого дома разработан свой фасад, сварится винтовая гамма. Для каждого учреждения, которое находится на этой улице, такие как социальные объекты, это седьмая школа, это музыкальная школа, то есть сезонная палата, то есть также индивидуально для каждого объекта проработан фасад. Проект реконструкции одобрен в глав архитектуре Московской области. Как отметил руководитель администрации Алексей Валов, сегодня обсуждается проект в целом, закладывается концептуальная основа и внес свое замечание. У нас есть определенные торговые объекты, которые на этой улице расположены. При этих торговых объектах будут открываться легкие кафе летние, кафе мороженое. Но ни в коем случае никакие объекты связаны с потреблением ни легких смертных напитков, ни крепких смертных напитков. На этой улице быть не должно. Соответственно, мы эту концептуально должны внести в идею. В процессе реализации проекта еще будут корректировки и обсуждения деталей. Но в любом случае, после реконструкции улица Парковая обещает стать любимым местом культурного отдыха горожан.